Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Давайте сегодня поговорим о карте поляка. Я думаю, что это самая популярная сейчас тема на просторах интернета, поэтому сегодня мы с вами определим, что это означает и вообще кто имеет право оформить данный вид карты. Поэтому, если вам интересно, то продолжайте смотреть дальше. К сожалению, карту поляка не каждый может оформить, но карта поляка дает нам возможность оформить стал и побыт, а также через год получить уже гражданство. На карте поляка очень много разных преимуществ, но получить данный вид карты имеют право только те, кто принадлежит к польскому народу. Как это доказать? Все очень просто. Если в вашей родословной был кто-то из поляков, то есть, например, ваша мама, либо папа, бабушка или дедушка, либо же прабабушка и прадедушка по одной линии были поляками, также принадлежали к польскому народу, либо же есть документы, подтверждающие, например, службу в польской армии, то вы имеете право получить карту поляка. Но это не все. Документов недостаточно. Еще также нужно вам будет сдать экзамены о польской культуре, а также традициях. Также консул проверит ваше знание польского языка, и когда это все подтвердится, вы сможете получить заветную карту поляка. Каждый из нас знает, что с 1 августа 2022 года есть возможность на территории Польши получить карту поляка. И во многих воеводствах уже начали записывать людей на подачу, точнее на прием документов на карту поляка. К сожалению, сейчас еще не во всех городах есть информация, как вообще подать, но вам нужно будет заранее записаться. Также вам нужно будет приехать в тот город, где вы записались, подать документы на карту поляка, пройти собеседование с воеводой, и после этого вы только сможете оформить карту поляка. Также с новыми законами, которые произошли у нас в начале этого года, говорят, что если у вас уже есть карта поляка, но, например, у вас есть дети, они имеют право получить также карту поляка на основании того, что если у одного из родителей имеется карта поляка. Об этом всем я часто также вам напоминаю, рассказываю в моем инстаграме. Если вы еще не подписаны, то обязательно подпишитесь на него. Ссылочку на свой канал оставлю в инфобоксе. Итак, какие же преимущества дает нам карта поляка? Первое, конечно же, самое главное преимущество – это вообще трудоустройство на территории Польши без разрешения на работу. Следующий момент – это бесплатное, например, образование, стипендия по карте поляка, скидка на поезда на территорию Польши, а также открывать предпринимательскую деятельность. Чаще всего, конечно же, на основании карты поляка, когда вы подаетесь на сталый попут в течение трех месяцев, вы можете также подать документы на финансовую помощь по карте поляка. К сожалению, в этом году, как всегда, как и в прошлых годах, в принципе, в бюджете нет денег, но я знаю, что в этом году получают финансовую помощь те иностранцы, которые подавали документы в 2019 и 2020 году. Поэтому, да, даже если вы подадитесь в этом году на основании карты поляка на сталый попут, то не ожидайте, что получите в этом году сразу финансовую помощь. Получение карты поляка на территории Польши бесплатное. Для того, чтобы подать на карту поляка, вам нужно выбрать воеводство, в котором вы хотите подать документы. Воеводство не зависит от места вашего проживания. Вам нужно будет собрать пакет документов, зарегистрироваться на подачу, приехать, подать документы и пройти собеседование. Для того, чтобы пройти собеседование, вам нужно знать польский язык, а также историю, культуру, традиции польского народа. Дети до 18 лет экзамен не проходят и не сдают. В связи с новыми законами с 1 августа 2022 года граждане Республики Беларусь, а также граждане России и Украины могут подать на карту поляка на территории Польши. Какие же документы нужно будет вам собрать для того, чтобы подать заявление? Первое – это, конечно же, копия и оригинал вашего заграничного документа, точнее паспорта. Анкета, которая заполняется на польском языке на карту полякам. Фотография 3,5 на 4,5. Оригинал и копия документов, подтверждающие ваше польское происхождение, то есть польские корни. Если это документы, которые выданы в иностранном языке, вам нужно их будет перевести у присяжного переводчика на польский язык. Если у вас нет польских корней, но вы три года были волонтером в польской общине, то вам нужно будет предоставить справку, подтверждающую активное участие в развитии польской культуры. Данный документ вам также нужно будет перевести у присяжного переводчика на польский язык. Как же вам нужно будет предоставить документ, подтверждающий знание польского языка? Если такого документа нет, тогда воевода будет оценивать самостоятельно знание вашего языка. Какой документ может подтвердить знание вашего языка? Это экзамен государственный на уровне B1-B2, это окончание университета на территории Польши, либо же, например, полициальной школы. Что касается документов для детей, то тут немножко проще пакет документов. Здесь должно быть заявление на карту поляка, фотография 3,5х4,5, свидетельство о рождении ребенка, оригинал и копия. Также оригинал и копия двух родителей, паспортов и копия карты поляка одного или двух родителей. Помните, чтобы подать детям на карту поляка, нужно, чтобы присутствовали оба родителя. Если такой возможности нет у одного из родителей, тогда нужно будет предоставить заявление от родителя, которого не будет присутствовать при подаче, что он дает свое согласие на выдачу карты поляка для ребенка. Но и также, если второго родителя не будет при подаче, нужно будет иметь копию заверенной нотариальной его паспорта со всеми отметками, которые есть в загранпаспорте. Документы на карту поляка рассматриваются максимально до двух месяцев. Как я вам говорила ранее, карта поляка это ускоренный процесс легализации для того, чтобы получить гражданство Польши. После того, когда вы получаете карту поляка, вы можете подаваться на сталый побыт. Сразу на гражданство после карты поляка подаваться нельзя. То есть, сталый побыт это обязательная процедура перед получением гражданства. После того, когда вы получаете карту поляка, вы подаетесь на сталый побыт. На сталый побыт мы подаемся в том городе, в котором проживаем. И уже когда вы подаетесь на сталый побыт, вам не нужно будет проходить собеседование. Также получение сталого побыта на основании карты поляка будет бесплатным. В течение трех месяцев с момента подачи на Сталый Попыт вы также имеете право подать на финансовую помощь, как я вам говорила уже об этом ранее. Через год от момента выдачи решения по карте Сталового Попыту вы можете подаваться на гражданство. На гражданство можно будет подаваться в двух вариантах, то есть либо же через воеводу, либо через президента. Если вы подаете через президента, тогда никаких подтверждающих документов о знании польского языка предоставлять не нужно будет. Если же вы подаетесь через воеводу, тогда нужно будет предоставить документ о том, что у вас есть знание польского языка на уровне B1. То есть это либо государственный экзамен, либо же окончание учебного учреждения на территории Польши. Также на территории Польши можно будет продлить карту поляков, у тех людей, у которых она заканчивается, то есть граждан России, Украины и Беларусь, а также для тех людей, которые потеряли свой документ и хотят его восстановить. Более детальную информацию я оставляла также в своем инстаграм-канале. Также я вам пропишу эти моменты все в инфобоксе, поэтому обязательно его разворачивайте и посмотрите детальную информацию, что касается получения карты поляка. Во многих воеводствах, как я вам говорила ранее, уже появились детали, как правильно записываться. Конечно же везде в основном это электронная очередь. И в данную очередь не так, что вы выбираете себе дату и время, когда вы хотите подать документы. К сожалению, регистрация идет через электронный адрес. Поэтому все эти города, которые я уже знаю, где можно подать на карту поляка, я вам оставлю также в инфобоксе. И вы сможете прочитать и выбрать тот город, где бы вы хотели получить данный вид карты. Давайте я вам сегодня покажу, как заполнять внесок на признание карты поляка, если вы подаете документы на территории Польши. Значит, в пункте сером, вот в этих верхних, вы ничего не заполняете в самом верху. То есть здесь и здесь ничего не заполняется. И выбираем крестиком признание карты поляка. И дальше заполняем пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 полностью у вас данные. Что здесь заполняем? В пункте 1 заполняем вашу фамилию, так как указано в загранпаспорте. В пункте 2 заполняем, так как в загранпаспорте указано ваше имя. Что внескую о записании в язык по польским именем и назвиска на карте поляка. И дальше вам нужно будет указать фамилию, а также имя по-польски. Дальше мы заполняем дату рождения. Дальше обозначаем мужчина, либо женщина. Кобета – это женщина, манчизна – это мужчина. Дальше мы указываем город рождения. Гражданство. И национальность. То помните, что национальность у вас всегда и исключительно будет Польска. Потому что именно люди, которые подают на карту поляка, у них национальность польская. Дальше вы указываете адрес проживания на территории Польши. Но я думаю, тут все будет проще. Если это касается территории Польши, тогда ядноско путяло, то это воеводство. Код почтовый, то есть индекс. Дальше в 12-м пункте вы заполняете какое воеводство, то есть по-морски, город, улица, номер дома, а также номер квартиры и страна в пункте 16-м. Если же вы не проживаете на территории Польши, но подаетесь на территории Польши, тогда вам нужно будет указать здесь адрес проживания. То есть адрес для мешкания, где вы проживаете. И точно так же, если это в Украине, либо в Беларуси вы проживаете, либо в России, тогда тут, например, Обвуд, какой, например, Харьковский, город Харьков, улица, номер дома, квартиры, либо же только номер дома, страна, а также индекс, то есть код почтовый. Переходим на следующую страницу. В пункте 17-м вам нужно указать документы, которые подтверждают, что это вы, то есть паспорт. Дальше в пункте 18-м номер вашего паспорта, дальше указываем дату выдачи, вот здесь указываем дату выдачи паспорта, а здесь указываем дату окончания паспорта, то есть в пунктах 19 и 20. Дальше мы переходим к пункту 21, то есть в разделе D. В этом разделе вам нужно указать, кто у вас является поляком, то есть если это, например, у вас папа, либо мама по национальности поляк, либо же бабушка, дедушка, либо прабабушка, прадедушка, то тут указываются данные. Значит, фамилия, а также имя, и выбираете потом, кто по родству. Матка, отец, бабча, дядек, прабабча и прадеды. Помним, что для карты поляком можно иметь либо маму, либо папу, либо бабушку, либо дедушку, но обоих нужно иметь прабабушки и прадедушки, поэтому будьте внимательны. Дальше нужно указать, какое гражданство у этого человека, то есть, например, украинские, либо же если он уже живет здесь, в Польше, у него польское гражданство, тогда польские, и национальность, тогда, понятное дело, что полаг. Если вы в своей стране не были волонтером больше трех лет, о которых я вам рассказывала, и у вас нет никакого защищения, подтверждающего из какой-то польской организации, тогда обозначаете нет. Если же у вас это есть, тогда обозначаете да. И в последнем пункте спрашивается, есть ли у вас документ, который подтверждает, что у вас есть знание польского языка. Если вы ничего не прикладываете, тогда обозначаете просто нет. Если же у вас есть сертификат, либо дипломы по окончании университета, тогда, конечно же, прикладываете и обозначаете, что да, у вас есть. Ну и последняя страница, здесь будет очень все просто. Здесь пишите город, в котором вы подаетесь, например, Гданск. И здесь ваша подпись, не выходя из-за этой линии. То есть берете и подписываете. Также здесь ставят подпись дети, которые уже старше 13 лет. После этого вы также заполняете, сколько вы дополняете к данной анкете, данному внеску документов. Например, 5 еще документов вы добавляете. То есть 5 залуночников, например, или либо карток, например, это 30. После подписи вы ничего больше не заполняете. Здесь в самом низу аннотация ужиндовая. Это уже заполняет только исключительно работник ужина. Дайте мне знать в комментариях, кто сможет получить данный вид карты, у кого есть польские корни и планируете ли вы вообще оставаться на территории Польши или нет. Спасибо, что сегодня были вместе со мной. Ну а с вами увидимся уже совсем скоро в следующих видео.